Друзья, всем привет! Сегодня мы решили забабахать котлетки из курицы. Купили сегодня вот такую вот глазовскую птицу. Целую тушку. Она у нас вышла весом, он какая большая. 2 килограмма 200 грамм. Цена, это в пятерочке мы взяли? Я не помню, какая цена. Я не помню, 150 что ли. 150 рублей где-то за килограмм. Вот. Так, так же нам понадобится лук. Ну, конечно же, не весь, понятно, да? Нам понадобится буквально тут, наверное, одна, да? Может, две. Да не одна. Ну, одна. Одна луковица. Панировочная смесь. Взяли еще вот такое вот маги на второе для котлет. Вместо хлеба. Это что? А, да, мы обычно, когда котлеты стряпаем, да, кто-то в них добавляет, например, яйцо. Кто-то добавляет яйцо, чтобы, ну, фарш не распадался. Мы добавляем хлеб, как многие думают. Хлеб добавляем. Хлеб добавляем. Да. Нет, яйцо ты имеешь в виду фаршировать, ты имеешь в виду? Нет. А, яйцо тоже так добавлять? И мы еще будем добавлять вот такую вот смесь котлетную. И котлеты будем делать простые, котлеты без начинки. И будем делать начинку с яйцом. Будем брать яйцо вареное целиком, да? Ну, половинку, наверное. Половинку, а то больно большая будет котлета, да. Будем брать половинку вареного яйца и залеплять ее в фарш. Зразы или как-то не знаю. Зразы, наверное, да, так называется. Наверное. Что из этого получится, смотрите, друзья, далее будет интересно. Первым делом нашу курицу, конечно же, распаковываем, споласкиваем и начинаем трепать. Мясо от кости. Трепать, да, отделять мясо от кости. А такая пухленькая. Большая, да? Ну, нормальная. И малышка. Подняться надо к венку. Косточки. Косточки на суп пойдут. Да, из всех косточек можно варить бульончик. Да, любой суп. Получится супец. О, Настюшка пришла на помощь. Помогать будешь? Да. Что будешь делать? Не знаю, что скажете. Что скажем? Отжимайся. Шучу, шучу, конечно. Пришла готовить или не отжиматься? Пришла готовить или есть? Помогать есть? Она не ест. Ладно. Она, кстати, да, она как-то у нас мясо не ест. Я пульсу так ем. Ну что, Настюха, приступаем. Мама пока у нас обдирают мясо, да, мы, наверное, приготовим мясорубку. Да. А где мясорубка? Делаем ее, достанем. Она у нас вон там она у нас лежит на подоконнике. Попробую ее достать. Наша труженица уже такая уже, да? Сколько ей лет-то? Горика? Три, два, четыре. Четыре. Такая мясорубка. Такая она, не бегущая. Декспи. Фирмы Декспи. Нормально. Так, здесь нам понадобится... Мы даже колбасу на ней делали. Делали сосиски, колбасу на этой мясорубке. Она очень помогает. Вроде на ней даже закуски делали. Так. Большое отверстие, как думаешь, это будет? Помельче надо. Такое, нормальное? Ну, помельче. Помельче лучше, да? Оп, ну и все. Собираем. Что, Мамуля, получается? Ну, как бы странный вопрос. Все отлично. Процесс идет? Сколько куриц перетряпало в свою жизнь? Так что, друзья, берите на заметочку. Котлетки получаются бомбические вообще. И главное, бомбические экономические. В целях экономии и в целях, как сказать, качества. О, это же все-таки, мы же видим, из чего мы ее делаем. Правильно, в целях экономии и качества вполне себе даже очень хорошо. Из одной курицы у нас получается где-то, наверное, 15, да? Ну, когда как, может и больше, смотря какого размера делать. Где-то, наверное, 15 котлет получается примерно. А сейчас мы будем делать их с яйцом. Ну, сейчас маленько будет, наверное, по-другому. Количество будет маленько немного другое. Это мы увидим в процессе нашего приготовления. Так, мне осталось... Мясорубка у меня уже готова. Такая мясорубочка. Осталось сюда вот этот вот поддон и вот эту толкушку. Вот так вот. Так, а Настюшка, наверное, сейчас у нас будет... Лук чистить. Лук чистить, это я так подумал. Она даже испугалась. Ну, что лук чистить? Одну луковицу. Так, а куда мы? Настюха, вон лук. Смотри. Доставай. Доставай наш лучок. Почистишь, и потом его на кусочки надо порезать. И через мясорубку это все прогнать. Прогонять, думаю, тоже будет у нас Настюшка. Давай, Настюха. Занимайся. Я так оставляю, чтобы на супку маленько было наварочкой. Но это мы оставляем на супец. Вот такие вот куски. Ну, тут, да, что там, хребет. Хребет там, грудка там, что-то такое. Кости, хрящи до кости. А это вот все пойдет. Кстати, конечно же, кожу не отделяем. Она отдает, как бы, не знаю, такого... Жир, да, кожу тоже в мясорубку. Без кожи как-то сухо. С кожей идеально получается. На сколько времени замачивать? А, две минуты, ладно, все где. Замачивать надо, да, ее как-то? Ну, потом, ладно, в воде. Две минуты. Ну, что-то потом уж, когда флаж будет, готов-то ее. Так ты эти носики-то отрежь. Да? Пока вон в эту, в раковину мусори. Молодец, учится? Хозяюшка? В 12 лет начала учиться. Мама-то в 12 уже пироги пекла, да? Пироги нет. Все, получилось? Да, все. Настюшка, возьми досочку. Его на моей сейчас я порежу. Да ладно, вот. И дели его, ну, чтобы в мясорубку залезло, короче. А ты в мясорубку пополю. Давай, о, мамулька, отлично. Сейчас будем мясо прогонять. Настюшка, вот так вот, да. И вот так раздели, допустим, на 4 части вдоль. Широкие 4 части. Ты что так близко-то в мясорубку-то залезла? Ты на 4-е умеешь считать? На 4-е умеешь считать? Да. Вот дели на 4. Два. Два. Стрелял напополам, а потом еще каждую напополам. Можно было так, да. Все, вот такие и оставляй. Вот, это что в мясорубку просто залезло. Я заплакала, офигеть. Не люби. Все, молодец. Все, нож ложи. Пойдешь сейчас это. Пошли, давай, люблю я. Так, мясо прогонять. Да, помогать папке. Помогать папке. Мы возьмем, наверное, вот такой вот тазик. Подняться. Подними, пожалуйста, пока. Берем вот такой вот тазик. Это пока убираем. Нравится, может быть, по консистенции. О, Димончик, здорово. Здорово. Давай, я вот так вот держу. Я за этот закладываю, да? И пальцем... Включай. Наверное, нет. А как ее включать? Да, вот сюда нажимай на пальчик. Вот на утро. На Р? Нет. Да. Во. И туда. Следующую давай дальше. Больше, больше. Она быстро проходит. Да. Больше, больше. Молодец. Видишь, какой получается парень? Нет. 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 О, мамуля, лучок подносит. Видите, какой у нас тут процесс идет. Молодец. Молодец. Помощница настоятельная. Ой, сейчас заревемся. Молодец. Помогаешь. Молодец. Еще немножко. Молодец. Давай, забирай. Класс. Все, вырубаем. Все, давай пять. Класс. Друзья, смотрите Такой у нас получился Фарш с лучком Настюха заслужила Заслужила одну котлету Что на тебе такое? Мясо Излишки производства Содержимое пакетов Сыпки в 150 битв теплой воды Размешайте, дайте настояться 2 минуты Сейчас берем вот эту заправку Маги Заливаем теплой водой Да? Заливаем теплой водой И даем настояться 2 минуты Теплая? Или надо теплее? Горячая у меня очень А, это слили Кипяченая 150 мл Примерно Что-то как-то как будто мама выглядит Варится яйцо у нас На Как называется На начинку Для начинки Да, будет Вареное яйцо Облеплено фаршем Называется Зразы Зразы с яйцом Попробуем Такое название странное Зразы Зразы Как заразы Пахнет приятно Правда? Приятно Только выглядит, что как будто мало Так, фарш готов Хлеб мы не добавляем Добавляем ее Заместо хлеба Ну сейчас посмотрим Если мало будет Когда это все сделаем Конечно же Обваливаем В панировочной Смеси В панировке Настуха, да, видите Все узнает Панировочная смесь Там туда-сюда В панировке Старая у нас лепила Сейчас будешь котлеты лепить Ты же котлеты сейчас будешь лепить Да Пахнет Да, вкусно пахнет Вкуснятина Восемь годушеком пахнет Вылили все Смесь нашу Фарш Сейчас посмотрим Решаем Думаем Ну да, решаем Если будет мало Наверное добавим еще Белого хлеба Да, пусть эта смесь тоже будет Наверное мы добавим Для эксперимента ее взяли Но что-то как-то Для вкуса, что? Вкус придаст Вкус придаст Соли, наверное, не надо будет при этом Да? Я посолила маленько Посолила маленько Там соли хотя присутствуют Чуть-чуть хлеба надо добавить Давайте хлеба, наверное, мы все-таки И еще разобьем все-таки Хлеба мы добавим Маленько хлеба было Вот мы здесь батон накрошили И вот так, наверное Да, я еще отрежу Ну-ка меньше Вот так Вот так Да Сильно много хлеба Чтобы один хлеб-то не кушать Наверное Ну, свежий какой Вот этот-то Тот-то сухой был Вот так В чем замочим В воде или в молоке? В воде можно, наверное? Да, можно в воде замочить, конечно В чем можно? Замочим в воде А еще поперчим Добавим перчик Мммм, Настюха, вкуснятина будет? Наверное Даже не сомневайся Да? Да Мало Что, залила, что ли? Ну, да Мало? Как-то мало, да Добавьте Да, ему, в принципе, мокрый То есть, именно там Тоня, он такой Мокрый И сейчас, Настюха, до мясорубки Еще раз прогоним вот этот хлеб Ай, мясорубка Да Давай Заводи свою шарманку Давайте прям сюда Ну, прям сюда, конечно Давай, подержу Да, я вот так вот Да, ну ладно, спасибо Ты его как бы маленько выжимай Сюда же в сяшки Прям дави рукой Выжимай Сюда же в сяшки Получается, да? Будет нам потом пельмени Ой, пельмени Котлеты делать Скажем, Настюха Хочу котлет Сделай-ка мне сегодня котлет Папа, с чем хочешь Я вам скажу С яйцом Сюда же не делай мне с яйцом там О, дедушка, привет Не надо лавашку Ну, пожалуйста Вам лавашки не здесь? А, пока Вот такая у нас получается Смесь котлетная Ммм, вкусно пахнет Ты попробовал? Нет, я не попробую Сурок и мясо Не такое? Чистые яйца, доченька Не водянистые? Не, самое Нормальное, да? Яйцо у нас тоже готово Для начинки Сейчас Настя Нам будет А прямо сюда чистить? Чистить Не, давай Что-нибудь Вот эту, да Вот там вылей И вот туда чистить Пять штук Почисти Остальные пять Мне на другое блюда Все Отлично Получается, друзья Мы будем делать котлеты Ну, скажем Половину вот этого фарша Мы будем делать С яйцом Фаршированный яйцом Начинка будет Да, сразу будут А половина будет Просто куриные котлеты Можно, наверное, даже Их просто заморозить Куриные котлеты А куда яйцо А сразу Сегодня приготовим Возьми тарелочку Ну как Я не знаю На, противень доставать Сразу уже, да? Да, почему сейчас Все делать О, класс Быстро Быстро-быстро Легко и просто Все Держи Освобождаем Духовку У нас, как и у всех У большинства Наверное Обычных Семей В духовке Крышки И Сковородки Склад Потому что у нас Ничего не вылазит Ну да, кухня Кухонка небольшая Поэтому у нас Везде все Везде напихано Даже на подоконнике Ну ладно Так Переходим К фаршировке Наших котлеток Блин, я уже давно Не ела Котлетки Смазали Заметьте Смазали противень Ну так Насыпали Насыпали Панировочный сухарь Мы не профессионалы Сразу говорю Как пойдет Так пойдет Да нет По-домашнему Домашние котлетки Да нет Класс Ты че Вот такая Получилась Хорошая Хорошая Не водянистый фарш Нормальный? Да, поделают Просто чем Я заметил Чем фарш Такой Как бы Менее воды Как бы Такой В меру Да нет Не водянистый Если мало Опять же Воды сухой Будут сухие Котлеты Тоже невкусно Твердые Если в меру Вот такой Без перебора То он прям Лепится хорошо Особенно мясной Не куриный Да Смотрите друзья Как получилось Да Красиво же Трофессионал И причем Требуется меньше Фарша Потому что Там внутри начинка И котлеты Получаются Объемные А еще Можно Эту начинку Порубить Сделать ее Зеленью С сыром И заморозить Шариками И тоже потом В котлету Складывать Тоже Классно Получается Можно грибы Да Можно грибы Начинку Начинку Можно делать Любую Которую Вы желаете С сыром Слушайте С сыром С яйцом Не помню С сыром Наверное Сыр тает И это все Так получается Туда все Что угодно Можно запихать Это уже Пятая Отсчитать Десять Получится Таких Остальные Яйца Можешь Чистить Они нам На другое Блюдо Пригодятся Отлично Ну Котлетки Шикарные Три Вот такие Вот у нас Получаются Котлетки Форма Форма Красивая Пышненькие Еще пожарятся Пожарятся Да Еще больше Будут Как Ну Больше То не будут Наверное Наоборот Может Не Больше То наверное Не будут Селег Может Прям Так Это же Не тесто Моя хорошенькая Идем сюда Мини кухню У нас Делаем Последнюю Котлету Перед каждой Котлетой Когда лепите Фарш Нужно Мочить руки Иначе Все прилипает Это все Очень получается Неудобно И некрасиво Все Десять Раз Получилось У нас Десять Раз И осталось Разик фарша Вот столько Вот много Фарша И друзья Это все С одной Курицы Двухкилограммовой Курицы Мы вот сейчас Думаем Духовку я Кстати уже Зажег Она у нас Уже Вон там Огонечек Горит Сейчас будем Туда послать Наши Зразы Мы решаем В общем так Из этого фарша Здесь вот сколько Фарша остается У нас Практически Весь Фарш остается Мы решаем Сделать котлеты Простые Без яйца Просто котлеты И наверное Мы их даже Заморозим Да Мы их заморозим Если захотим Пожарим Наверное Так будем делать Сейчас Да Сейчас посмотрим Тоже так же делаем В панировке Только уже Так же лепим Только уже без яйца Без начинки Эти можно Убирать Уже Ну да Если духовка Разогрелась Можно Можно Ставить Держи Настушка Убираем В духовку Наши Зразы Да Я даже Не знаю На сколько На полчаса На 40 минут Я никогда Время не засекаю Будем смотреть Я обычно Засекаю Не знаю Вот у нас Время 15 минут Ну скажем Вот до 2 часов Ровно У нас Будут Наши Зразы Находиться В духовке Духовка у нас Простая Поэтому Точно Температуру Я сказать Не могу Ну вот На серединку Повернули Там Примерно Духовка Не конвекторная Поэтому Температуру Точно Не выставить Ой Какая Настуха Сейчас будет Сама Лепить Котлетки Так Взяла Вот так Тра-та-та Тра-та-та Сильно Большие Мы не делаем Кому надо Тут Может Две Съесть Да Можно И три Съесть Таких Вкусных У вас Вкусненькие Котлетки Можно И пять Съесть Из их Проглотить Так Мне кажется Перебор Ну вот Вот так Раз И шлеп Ну типа Котлетка Друзья Еще раз Повторю Что мы Все это На досочку Ставим А потом уже На досочку Убираем В морозилку Вот так Ты их прямо Это Как бы Валяй Рукой Тут Второй Оп Тут И ладошки Лодочкой И оно там У тебя Поваляй В руках Не шарик А лодочку Настя Убираем 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 Молодец 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 Руки Мочим Лодочки 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 Побольше Ты сразу Не поперек Ладошки Кладя вдоль Ладошки Видишь И у тебя Сразу Лодочка Получится Если она Вдоль Ладошки Опа Ах Скособочилась Маленькие Нормально Хорошо Все Промазала Ну как Интересно Они отдерутся Ладошки Вот Родня Ладошки Вот И в руках И вот так Ты ее не Поворачивай Боком Чтоб она Шариком Становилась А ты Кидай Именно Вот так Чтоб Во Чук 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 Все, примерно Вот так вот клади О, магазин можно у тебя на котлетное производство посылать Я же говорю, лепила Я же сказал в начале видео, лепила Вы-то меня на пельменное производство хотите вязать То на котлетное Ну, молодцы Да, мы такие Фаршик уже заканчивается Сколько получилось котлет? Не знаю, еще там 5 И тут вот 5 котлет мы уже унесли в морозилку И вот у нас еще получается Фарш еще маленько остается Ну, дырочка проваливается Что-то как-то широко-то и разлеглась Дырочка проваливается там Раз, два, три, четыре, пять, шесть Там пять, тут шесть Но еще пара будет Да 6, 5, 11 И еще вот здесь будет пару котлет Еще остается у нас Одиннадцать, тринадцать, да? И плюс Сколько за раз? Десять Десять Двадцать три котлеты, друзья Из одной курицы Это дешевле, чем Да, конечно А это все вышло Курица у нас вышла На триста рублей, да, наверное? Ну, наверное Ну и плюс вот это все там Панировка Да что, я не думаю, что это прям там дорого Еще, наверное Рублей пятьдесят, наверное И вот у нас получилось Триста пятьдесят рублей Куриных котлет Двадцать три штуки На триста пятьдесят рублей Это очень хорошо Ну нет, если все там Посчитать подороже, наверное Ну, рублей триста пятьдесят А сколько? Ну, там Ну, яйцо хотя еще, да Яйцо добавил Хотя еще яйцо Ну, пусть сотня еще, ладно Триста рублей на курицу, например, да? И плюс еще сто на все остальное Четыреста рублей Все равно хорошо получается Если стоит Шесть котлет, да, наверное? В пятерочке куриных этих Троекуровских Сколько они стоят? Ну, вот мы последний раз Бали три котлеты Сто двадцать девять рублей Большие Шлицели вот эти Шлицели А котлеты по тридцать три рубля штука По тридцать пять рублей штука есть Вот, тридцать пять рублей У нас Ну, там мясные, наверное Они куриные Куриные подешевле, наверное У нас получилось Двадцать три котлеты Пусть тридцать рублей штука Двадцать пять даже Двадцать пять рублей штука Например, в магазине, да? Это двести пятьдесят, пятьсот Это уже пятьсот двадцать штук Двадцать штук котлет Это уже пятьсот рублей А у нас 23, это еще там, скажем, сотня 600 рублей В половину почти дешевле И там непонятно из чего Здесь конкретно из мяса и курицы Так что, друзья, берите на заметку, делайте А наши котлетки в это время парятся, жарятся Ох, и смотрите, как, наверное, надо убавить Маленько огонек Это было достаточно сладко Зато какой срач на кухне мы сделали Класс, да Осталось только убраться Это ничего страшного Это самое простое Не надо никакого опыта для Насти, чтобы ей убраться здесь Я, конечно же, шучу Ладно, друзья, мы убираемся И будем пробовать наши котлетки Посмотрим, какие они внутри Через полчаса Друзья, ну что ж Наши котлетки готовы Получилось их у нас Зраз фаршированных Получилось 10 штук, да, правильно? Да 10 штук Давайте мы посмотрим, как она у нас Сделалась внутри Вот так вот выглядит Я уже положил вермишельку Пока готовились котлетки Я уже приготовил вермишельку И сейчас положил котлетку Давайте посмотрим Красиво, чтобы разрезать Вот так вот Вот так у нас получается Надеюсь, на камеру видно Ну, это вкусно Вот такие вот Зразы Очень вкусно Очень вкусно Можно яйцо, конечно, порезать Добавлю Грибной соус И сейчас будем Кушать Желаю всем Приятного аппетита, друзья Подписывайтесь на наш канал Не забывайте ставить лайки Пользуйтесь Данным Легким Скажем Простым Простым Быстрым рецептом Пользуйтесь Всем удачи До новых видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok